Когда во время всем известного фестиваля воздухоплавателей «Небо России» над Рязанью плывут воздушные шары, аэростаты, даже среди них, напоминающих инопланетные корабли, дирижабль выглядит очень необычно. Громадина, управляемая человеком, дирижабль беспощадный, не раз проплывал над Рязанью и неизменно вызывал восторг созерцателей. Мало кому известно, что сотню лет назад планировалось, что над нашим городом частенько будут витать в воздухе летательные аппараты, перевозя и грузы, и пассажиров. В представлении многих из нас дирижабль – это эфемерный мифический летательный аппарат, откуда-то со страниц романов. Известен он прежде всего своими огромными размерами и количеством катастроф, из-за которых, кстати, в свое время и отказались от массового передвижения на нем по небу. Однако с развитием новых технологий о дирижаблестроении снова заговорили всерьез. Я, может быть, удивлю вас, но дирижаблестроение у нас развивается. Более того, Россия – одна из трех стран, в которой вообще это направление сильно развивается. То есть, есть свое направление живо сегодня в Германии, это направление живо сегодня в Соединенных Штатах Америки, и третья страна, в которой живо это направление – это Россия. Грузоподъемность современных дирижаблей может достигать 66 тонн. В планах российских конструкторов-инженеров создать механизм, способный поднимать в воздух 250 тонн. Летательные машины нового поколения в таком случае смогут решить множество проблем, например, доставлять грузы в абсолютно любую местность. Их недостаток – небольшая скорость до 140 км в час – перекрывается множеством плюсов. Дирижабль приземляется на любые площадки, без посадочных полос, аэропортов, необходимых самолетам. Выходит, что дирижабли просто созданы для нашей страны. Аэропорты не нужны, дополнительные работники тоже, топливо можно не тратить. А для нашего региона и вовсе святое дело – обзавестись собственными дирижаблями. Основоположник практической космонавтики Константин Эдуардович Циолковский, к тому же основатель дирижаблестроения. Именно в его работах можно найти те идеи, которые спустя несколько лет использовал Цепелин при запуске первого воздушного корабля. К тому же бытует легенда, что на крыше одного из домов по улице Циолковского в середине 20 века планировалось организовать площадку для посадки дирижаблей. Историческое сообщество города пообещало помочь нам найти тот самый дом, и мы непременно посмотрим, как выглядит площадка. А пока инициативная группа разрабатывает туристический маршрут, посвященный Константину Циолковскому. Есть такая мысль создать маршрут дирижаблей от Рязани до Ижевского и обратно. Ну, соответственно, потом сейчас вот уже, ну, скажем так, и продлить его и в сторону Калуги, в сторону другого города, который тесно связан с Беографией Циолковского. Это да, есть. Вы когда-нибудь видели настоящий дирижабль? Только в кино. Удобно ли было бы по воздуху перемещаться? Чем бы это помогло нам? Как вы считаете? Ну, я думаю, что была бы транспортная разгрузка, хорошая причем. Дирижабль, как вид транспорта, как вы думаете, это реально или не совсем? Не знаю, никогда не катался на дирижаблях. Так только видел где-нибудь по телеку или в интернете. Ну, вживую просто видел, но лично сам на них не перемещался никогда. Вы бы стали летать на дирижаблях из Рязани куда-нибудь в район или побоялись бы? Или вам это было бы интересно? Как вы считаете? Ну, может быть, было бы интересно. Хоть раз, но попробовать надо. Менее фантастическим и более проверенным средством сообщения Рязани с близлежащими районами, городами и даже странами могли бы стать самолеты. Пожалуй, Рязанская область – единственный регион ЦФО, где отсутствует гражданский аэропорт. Хотя базы для перевозки граждан воздухом есть. Взять хотя бы аэропорт Турлатова, ныне поросший травой и используемый исключительно для частных полетов на легкомоторных самолетах, и аэродром Протасова. Плюс от массы – это просто расположение нашего аэродрома такое, что оно находится буквально в логистическом центре, как говорится. Тут и мощнейшая такая структура, инфраструктура – это и автомобильная трасса М-5, мы на ней сидим непосредственно. Рядом же, так сказать, железная дорога в направлении Москва-Юго-Восток, действующая. Ну, еще и трасса, еще и М-6 еще есть, которая южнее несколько изель. И плюс еще, не надо пока еще сбрасывать со счетов и вакуум. Перелеты из Рязани в Москву, Петербург и даже за границу вполне реальные. К тому же авиация – самый дешевый, как это ни странно, и экологичный транспорт. Но пока об этом жители региона только мечтают. Такой же нереализованной реальностью стала монорельсовая дорога через город – бесплатное легкое наземное метро. Проект предложил в 2014 году питерский предприниматель Ренат Бичурин. Но в администрации города ему отказали, объяснив тем, что, цитирую, «генеральный план города не предполагает создание линии надземного легкого метро до 2020 года». Инициатива, однако, предусматривала строительство до 40 километров линии на высоте 10 метров над проезжей частью с 25 станциями. Бесплатный проезд, подчеркивал предприниматель, планировалось обеспечить за счет доходов от сдачи в аренду коммерческих помещений в составе станционных комплексов. Проект решил бы проблему пробок, парковок и сэкономил бы время тысяч рязанцев. Но так и остался проектом.